Продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтмана, Медицинский центр «Призма». А с нами на связи Владимир Копчак, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он аналитик Грузинского центра стратегического анализа. Владимир, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Приветствую, уважаемые зрители. Приветствую, Людмила. Раз встречи. Спасибо. Владимир, если позволите, хотела бы традиционно начать ситуацию на фронтах. Как она вам представляется? На фронтах ситуация, мне представляется, традиционно держу кулаки, молюсь на вооруженные силы Украины, помогаю, чем могу донать, а не только с места с боевого двилийского дивана. Это главный момент. Ситуация не меняется достаточно долго с момента объявления страшилок масштабного, в кавычках, российского наступления. Его форматы, мы сейчас наблюдаем, они достаточно четко обозначены и остановлены на изместных рубежах как героинством бойцов сил обороны Украины, так и уже постепенно входят в промежуточный, скажем так, этап, когда влияет достаточно останательно погода. Это, грубо говоря, кроме как пехотой или наступать бронетехникой по дорогам, они не в состоянии физически и технически по уровню своего оснащения и мотивированности. Безусловно, тяжелейшая ситуация в районе города Бахмут, вот вокруг которой уже в информационном поле присутствуют некие качели рефлексии, которые, ну, скажем так, затмили собой некое дежавю по ситуации когда-то в Северодонецке, в Лисичанске и так далее. Но я подтвержу, что в моей системе координат я не вижу оснований не доверять командованию сил обороны Украины, ставке, если хотите, в широком контексте коммуникации, высшим военно-политическим руководствам Украины и ситуации на местах. То есть я, они примут решение, на мой взгляд, оптимальное в определенный момент, вот, поэтому так я вижу данную ситуацию. Предваряя ваш очередной вопрос, я не буду отвечать на вопрос, стоит ли или не стоит оставлять Бахмут, выводить группировку и так далее. Вокруг этого мы наблюдаем, опять же, информационные качели. Для меня, например, ситуация показательна, как вокруг той же обстановки в Бахмуте непосредственно ведет себя товарищ Пригожин. Потому что то, что я могу, о чем могу судить по информационным мемам и трэшу в российской паблике, когда условные военкоры или кабаны Аранса, как мы здесь их называем, жестко разделились там по линии Пригожин-Гиркин, и мы понимаем, что ситуация в верхах в этом плане тоже очень неспокойная. Давайте вспомним заявление Пригожина о том, что если Тигру перестанут дальше не докладывать, то это пахнет разгромом, там чуть ли не взятие Крыма-Москвы и по списку. Это модерация. После этого он в режиме информационной агонии, на мой взгляд, начинает заявлять, что он чуть ли не будет баллотироваться на выборах в президенты Украины в 2024 году и так далее. Но физически выживает и эта линия, и другая. И, на мой взгляд, это тоже очень показательный момент по той ситуации, которая происходит у них на фронтах. Прежде всего, дает картину, как они в состоянии будут воевать далее. То, что они от войны не окажутся, это совершенно понятно. То есть, смогут ли они, грубо говоря, без закизации войск предложенных, в принципе, держать темп такого человеческого, мясного, если хотите, вала, на других направлениях от альтернативных бахмутов. В случае украинского контрнаступления, смогут ли они с таким же героизмом держать, опять же, новые, для них новые, за исключением известной линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, новые линии обороны для себя, насколько они будут воевать. Вот этот процесс, он непосредственно завязан с непосредственной ситуацией в окопах, на фронте. И я думаю, что к этому моменту, опять же, как дальше себя вести, где какую линию держать, где организован выходить, по совокупности причин, я думаю, в Киеве будет принято адекватное решение. Надеюсь на это очень сильно. Владимир, если честно, я не хотела спрашивать у вас, нужно ли оставлять бахмут или биться за него, потому что действительно сложно ответить вам тоже на этот вопрос, как и всем заложного. Вопрос некомпетентности и вопрос этики, опять же. Да, я согласна. Да, поэтому я и не собиралась спрашивать, я хочу спросить у вас о другом. Вы знаете, вот вы же опытный аналитик, да, и вот именно с этой точки зрения хочу вас попросить на ситуацию посмотреть, которая сейчас складывается. За последние несколько дней в Америке вышло несколько в знаковых изданиях, читаемых в американском политикуме, среди американских оппининмайкеров, да, людей, которые влиятельны, два издания, политика и Вашингтон-Пост, ну, есть еще там другие, но тем не менее. Вот в этих изданиях вышли две статьи, и я признаюсь честно, что я же не дипломат, могу себе позволить высказаться очень откровенно по поводу этих статей. Дело в том, что в этих статьях, так или иначе, Украина обвиняется в том, что она, ну, не во всем сходится с Америкой, да, и вот как-то не очень наступает. И вот по большому счету проблема с поставками оружия, да, не вовремя, не столько, сколько нужно и все прочее, перекладывается на украинскую сторону, и этому придается какой-то неожиданно странный контекст. Это такая долгая прелюдия, я специально хочу, чтобы наши зрители тоже поняли, о чем речь. Ну, во-первых, сегодняшняя статья Вашингтон-Пост называется «Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов, потери растут, пессимизм растет». И они ссылаются на каких-то украинских чиновников, которые не верят, высокопоставленные чиновники, которые вообще не верят в широкомасштабное украинское наступление. На правах анонимности, я надеюсь? Конечно, конечно, на правах анонимности, да, и это просто. Затем они делают отсылку на какого-то человека с фронта, который говорит о том, что недостаточно оружия для наступления, и там действительно этот человек вполне мог это говорить, но так как это вкладывается в общий контекст, то ситуация выглядит очень нелицеприятно. Позавчера политика известной издания вышла названием потрясающим. «Маленькие трещины, две точки, военное единство США и Украины медленно трещит по швам». И называется, это очень большая статья, я ее просто с карандашом прочитала внимательно, да. Вот какие же точки напряжения возникают, да. «Диверсия на газопроводе по дну Атлантического океана, жестоко изматывающая оборона стратегически неважного украинского города, так считают в Америке, и план борьбы за регион, где российские войска копались почти на 10 лет». Я не случайно это скажу, и Бахмут в том числе является одним из, одной из этих точек противостояния, так как пишут эти издания. Вот, знаете, случайно же это не бывает, да. То есть почему-то это случается. Я внимательно посмотрела, кто автор сегодняшней статьи Вашингтон-Пост. Вот знаете, бывает иногда колонка, кто-то ее там написал, мы не знаем, кто или... Но, значит, авторы – это корреспондент Вашингтон-Пост здесь, в Украине, это редакторы Вашингтон-Пост. То есть эта статья написана людьми, которые долгое время работают, да, по этому направлению. Они есть в штате Вашингтон-Пост, и они серьезно этим занимаются. То есть это не какая-то колонка чужого человека, который просто пришел и решил свою колонку там... То есть это не колумнисты. Это вот профессиональные журналисты Вашингтон-Пост напишали эту статью. Поэтому вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, что это за история? Ну, смотрите, мы сейчас... Ну, пункт первый – база. Бахмут, ситуация в Бахмуте. Вот оборонцы Бахмута обеспечивают для Украины условия подготовки для наступления, контрнаступления. Системная подготовка. Это то, что сырский говорит, да? Это надо четко понимать. Ситуация на фронте развиваться может очень и очень по-разному. Тяжелейшая ситуация, в том числе и для Украины. Но самый главный момент. Для таких публикаций надо отметить, что внутриполитическое, скажем так, информационное поле Украины дает к этому поводу. Давайте не будем забывать, что мы, ну, не знаю, насколько сейчас актуальна эта парадигма информационная, что там чуть ли это же украинское внутреннее информационное поле подарило миру некий мем, что там чуть ли не силы обороны Украины, генштаб заложный воюет не благодаря, а вопреки политике банковой и так далее. То есть эти же мемы звучали и так далее. То есть мы сами иногда даем повод для подобного рода статей. Теперь, что касается этих самых статей. Вот, ну, слушайте, по поводу взрыва газопроводов и так далее. Вот это, скажем так, эту паузу на фронте, где у россиян, подчеркиваю, ничего не получилось с масштабным наступлением. В принципе, ничего не получилось. Когда мобилизация массовая, частичная, какая угодно, опять же, я считаю, что она длится гораздо раньше даты объявления, частичная и так далее, длится она сейчас, была провалена на уровне всех видов обеспечения, на уровне мотивации и так далее. Вот с личным составом. Сейчас намекается эта пауза. Какая-никакая ведется разведка во многом для россиян, происходящей в Украине, к сожалению, является открытой книгой и так далее. Так вот эти публикации, это является одним из фронтов, в данном случае информационным, где Российская Федерация по разным каналам влияния агентурного, и не только, может попросту дотянуться. Давайте вспомним, кто запустил тезис. Вот товарищ Херш, если я правильно интерпретирую его фамилию, это о взрывах ниток газопроводов Северного потока, которые четко три из четырех были взорваны. Вот по факту, чтобы одна нитка была оставлена для дальнейших торгов с Германией, и взорваны они были исключительно Российской Федерацией. Посмотрите, когда это произошло. Это было в общем контексте стратегии заморозить не только Украину, по факту мы видим сейчас, проиграв войну кинжалов, трансформаторов в Голосеевском районе, но и заморозить Европу. Давайте вспомним ту компанию и так далее. Кому выгодно и так далее, и тому подобное. То есть сейчас, где они могут дотянуться, но прекрасный разбор полетов именно по газопроводам Северного потока вышла на стратегии 21 и у Михаила Гончара. У нас тоже было большое интервью именно по этой теме. Это надо просто, у Украины просто стоит задача, как коммуникационно эти тезисы свои доносить и так далее. Потому что я понимаю, что манюпас, извините меня, любой национальности в любой стране склонен к упрощенческим решениям. Я не знаю, как воспринимаются эти статьи, но слушайте, когда какая-то яхта, какой-то танкер, про украинское ДРГ, вдумайтесь. И тут опять же в той линии, которую вы развивали, вот, скажем так, которая могла действовать вне официальной линии Киева и Зеленского. То есть тут дальше бардаку проходим, да, что там у Зеленского ставка там, а там кто-то воюет и так далее обособлено. То есть механизмы те же сами. Именно вспомните, кстати, ссори за Сумбуртом, 14-15 год, как они обыгрывали тему добровольцев. Сегодня, кстати, низкий поклон всем добровольцам. День добровольца, 14 марта, если я не ошибаюсь. Поздравляем низкий поклон всем причастным, потому что у нас как ни крути армия добровольческая безотносительно, кто как в неё попал, по какой системе призывы и так далее. Потому что даже сейчас уклониться можно при желании. Ссори за эти эмоции. Следующее. Вот эта линейка статей, безусловно, всплывает проблема тем или иным образом. Но объективно есть проблема, грубо говоря, с пехотными миномётами. 80-60 миллиметров советские и любыми и так далее. Она присутствует. Она пытается системно быть решена на фоне поставок хаймарсов, леопардов и так далее. Вот эту тему сейчас задействуют. То есть сам, скажем так, формат их провисания на фронте, то есть они с одной стороны говорят, что в России они формируют, скажем так, парадигму восприятия священной войны, которая надолго и до конца. Параллельно они пытаются сбить этот системный вопрос подготовки и перевооружения сил обороны Украины, которые и под контрнаступление, и, в принципе, ведётся в авральном порядке. Мы обречены в этой системе жить в авральном порядке. То есть, например, система подготовки лётчика минимальная, я не знаю, 150-250 часов, на F-16 любой и так далее. Правда жизни состоит в том, что наши лётчики начали на определённых типах самолётов, в определённых странах, готовиться гораздо раньше, чем тема вообще на «Рамштайнах» и так далее. Был ли самолёт на «Рамштайнех» или нет и так далее. За все вот эти вещи они цепляются и пытаются просто, безусловно, вбить клин в западном обществе, в западном инстеблишменте, в западном политике, в Куме, прежде всего, в США. Давайте не будем забывать, что знаковый визит этой войны, в принципе, как бы она ни закончилась, но мы всё будем делать, чтобы она закончилась, победа Байдена в Киев. Правы те, кто говорят, что он, по сути, дал старт его предвыборной президентской кампании. В этой связи точно так же происходит манипулированное различными процессами, потому что десятки стран можно перечислять, как силы обороны Украины, сколь бы пафосно это ни звучало, модерируют внутриполитическое поле в различных странах. И на этом поле пытаются играть. Ну, послушайте, по теме северных потоков, например, ну, это классический вариант, где по линии разведок, по линии разведок, Германии, Соединённых Штатов, каких угодно, есть влияние россиян, чтобы они формировали эти самые посылы источников на правах анонимности. И степень безумия порой не должна никого, как бы там, вводить в заблуждение. То есть элементарно. То же самое сейчас в Украине. Я охотно верю, что у нас найдётся куча доброходов, чтобы либо придумать проблему, либо резонировать существующие проблемы в Украине и в системе управления и так далее и тому подобное. В Соединённых Штатах Америки, например, уже сейчас, посмотрите, внутриполитическое поле поделено не столько на демократов и республиканцев, не столько у республиканцев уже даже трампистов и других, кто за десантисты и так далее, а сколько по водоразделу помогать, как помогать или не помогать Украине. То есть Трамп тупо в предназначенной логике занял позицию, что надо оставить часть территории, я за деньги говорю с Путиным. Подтянул туда Илона Маска и далее по списку. То есть этот водораздел уже нет. Там топовые, я не знаю, крыло Маккейна, республиканцы кручат у виска по этому поводу, но опять же, желая, желая, чтобы победить условный десантис, пытаются на этой теме манипулировать и заявляя своему электорату, что для нас прежде всего это make America great again и так далее. То есть в этой системе координат нам приходится жить, но опять же, опять же. Самый главный вывод, на мой взгляд, нам свои работы не обращать внимания на эти вещи, потому что даже по тем отрывчастым знаниям, что у меня есть по системе подготовки, передачи вооружений систем и так далее. То есть поверьте мне, то есть то, что в информационной пении это верхушка Айзбин. Некоторые процессы запущены настолько системно, что их невозможно отыграть. И, грубо говоря, актив в тех же Соединенных Штатах для нас является в том, что Байден прямым текстом, по крайней мере, до даты выборов, он обозначил, что победа Украины главный маркер, скажем так, или главный базис его внешнеполитического фронта в предвыборной гонке. То есть вот эти вот статьи, они будут только нарастать. Будет ли Украина изнутри давать им поводы? Да, конечно, будет. Ситуация на фронте при контрнаступлении или когда будет носить в том числе непрогнозированный характер. То есть фронт будет модерировать внутриполитические повестки и, соответственно, информационное сопровождение. Вот так я это вижу. То есть там фактор Китая можно обсудить. То есть много чего будет происходить. Мы обязательно вернемся к фактору Китая, но хотелось бы еще немножко по штатам. Белый дом в понедельник направил Конгрессу США проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год, который предусматривает рекордные в мирное время расходы в размере 886 миллиардов долларов, пишет Reuters. Вот на 28 миллиардов долларов превышает бюджет на следующий год, чем в этом году. То есть увеличивается и называется рекордным за последнее мирное время. Проект оборонного бюджета впервые предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, обычно заключаемым по самолетам и кораблям. Вероятно, это связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем, пишет тот же Reuters. Помощь Украине со стороны Министерства обороны США в проекте бюджета на 2024 финансовый год осталась такой же, как и в предыдущем году. То есть в этом всего 300 миллионов долларов. Я так понимаю, что это просто вот какая-то формальная такая сумма, которая, ну, мы уже поняли, да, что 30 миллиардов уже американцы вложили в этом году. Как бы вы это прокомментировали? Действительно ли штаты готовятся к столкновению с Китаем? И вот интересные нюансы, да. Мы видим, что глава Ирана встречался с лидером Китая. Мы видим, как Лукашенко мечется из Пекина в Иран и встречается там, подписывает какие-то договоренности. Пентагон, кстати, сказал, что они оценивают этот визит как попытку России улучшить отношения с Ираном. То есть создается какая-то такая ось, казалось, ну, вот внешне создается такое впечатление. Хотя Китай всячески говорит о том, что он заинтересован в сотрудничестве с Америкой. Вот такая ситуация сложилась. И, повторюсь, вот американцы закладывают такой военный бюджет. Ну, военный бюджет, я думаю, что он будет принят. Озвученные цифры, показательные сами по себе. Прописанная конкретной статьей помощь для Украины носит формальный характер, потому что, ну, 22-й год показал, как эта помощь может выделяться в системе законодательного сопровождения в Соединенных Штатах. Теперь, что касается Китая, который активизировался. Но Китай начал нервничать, на мой взгляд, очень нетипично для себя, потому что, с одной стороны, было 12 пунктов, если я не ошибаюсь, его мирного урегулирования ни о чем. То есть это не план, никакое позиционирование. Но там, на мой взгляд, запутались сами синологи, потому что каждый из синологов может интерпретировать вот там от территориальной целостности Украины до всего остального, вот как угодно. То есть там, в принципе, ни о чем. То есть это принцип там мудрой обезьяны, сидящей на дереве, наблюдающей, там, известно, ну, забойней то ли львов, или кого, и так далее. Но это вот мудрая обезьяна, в кавычках, и без, начала немножко нервничать. Почему? Потому что появились какие заявления, что почему Соединенным Штатам Америки можно вооружать, они говорят, не Украину, а Тайвань, а нам нельзя вооружать Российскую Федерацию. То есть это Ван И, по-моему, заявил, известное заявление было. И тут, опять же, очень интересный момент. Они уже понимают, что их спалили, грубо говоря, сори за такой жаргон, на уже каких-то поставок для России в войне против Украины, либо они собираются это сделать и работают, создают фон на упреждение. Немножко, скажем так, не совсем это по-китайски, как нам принято говорить, насколько они мудрые, и так далее, этому по списку. Следующий момент. Я, по-моему, у вас в программе говорил уже, что мое стойкое убеждение, что Китай, если не инициатор этой войны в формате с 24-го, то он ее точно благословит. И это проблемы сейчас большие Китая, что Путин, Россия или кто-то там, вот его, грубо говоря, подвел. В нынешнем поведении Китая по выстраиванию осей или оси четко посматривается конкретный мотив и конкретный сигнал. Китай дает понять, что он не заинтересован ни в формате поражения в Украине, победе и так далее. Он не заинтересован в снесении режима, не только режима Путина в Кремле, он четко создает геополитическую крышу для режима Лукашенко, для режима Айятоу в Тегеране. Давайте не будем забывать, что уже достаточно долго, уже потерялся сколько по времени. В Иране, пускай и в затухающем формате, идет протест, условно говоря, протест хиджабов. Он гораздо имеет более глубинные корни, который со своим стартом совпал с подсветкой того, что иранские шахеды, мопеды и так далее, беспилотники, начали работать по Украине в интересах Российской Федерации. То есть тут тоже очень четкий сигнал, что Китай не заинтересован, чтобы смели режим Айятоу. В эту систему координат ложится ситуативно, где у Китая действительно получилось. Это в прямом смысле этого слова, взяв за руки в Пекине, замирив Саудовскую Аравию и тот же Иран. То есть в беспрецедентный момент и Китай четко воспользовался, скажем так, многовекторной неопределенностью администрации Байдена на Саудовском фронте. То есть эти сигналы, они формируются достаточно четко по линии того, что Китай не готов к снесению родственных, если хотите, для себя режимов. То есть это старая схема губермана. По истечении долгих лет вся сволочь склонна к единению, а все порядочные нет, потому что в демократии поругаться могут, я не знаю, родственники, бизнес-партнеры, разные политические круги и так далее. В этой тусовке все достаточно четко и понятно. Китай, безусловно, вот смотрите, параллель Тайвань и Россия. Вы понимаете, в какой системе координат держит Российскую Федерацию сейчас Китай? В каком формате? А мы от этого не проще и легче. То есть там же Украина не упоминается в плане поставок американцев, а четкий сигнал про Тайвань. То есть это на длинное приглашение, скажем так, к торгам, если хотите, к сотрудничеству и так далее. Сейчас, например, очень модный стал тезис проводить параллели, как когда-то мудрый Киссинджер, вот опять же в кавычках и без, в 70-х подтянул Китай в орбиту Соединенных Штатов Америки, не в прямом смысле этого слова, а в противодействии другому полюсу. И что это в конце концов не было оси Пекин-Москва и Советский Союз. Ссори за упрощенчество, завалился. И сейчас пытаются вот этот сценарий проецировать так же, что Байден с товарищем Си сделают что-то для развала Российской Федерации. Но тут есть один нюанс. Ситуация немножко зеркальная, потому что даже до 24 февраля прошлого года никаким полюсом Российская Федерация не была в глобальном противостоянии между Китаем и Соединенными Штатами. Коим был Советский Союз раньше. Там Китай, если хотите, был на подтанцовке одних и других. Максимально буду упрощенно говорить. И сейчас Китай пытается действовать наоборот, чтобы таким образом подтянуть Российскую Федерацию, ослабить Запад, читая Соединенные Штаты Америки. То есть задача немножко с другими неизвестными сейчас. Да, Украина заинтересована в перетягивании Китая на свою сторону, который, скажем так, не для того, чтобы он делал что-то за нас, а не делал против нас. Потому что у Китая бездонная, скажем так, база поставок вооружений в различных форматах, по различным каналам. Как это сейчас разбивается? Ну, я надеюсь, разведывательные органы наши и не только это отслеживают. Как это может развиваться? Ну, 7 тысяч километров Китая и Монголии с Россией. Момент. Безумное количество тысяч километров с Казахстана и Российской Федерации. И считается, что Китай взял под крыло Казахстан, чтобы он не был поглощен Российской Федерацией. Но не совсем это так. То есть Китай абсолютно устраивает вот это выстраивание своей оси в перечисленных нами странах. Он дает четкий сигнал, что он абсолютно доволен на данном этапе в своем противостоянии с Западом, в силовом посредничестве Российской Федерации на постсоветском пространстве, где бы она не могла дотянуться. Беларусь по умолчанию с ней работают китайцы напрямую. Для Центральной Азии и для Южного Кавказа в этом плане новости достаточно грустные. Вот у меня. Потому что китайцы все устраивают, беспредел, который сможет себе позволить в дальнейшем Российской Федерации. Поэтому как в этой системе и координат будет выпиливаться Китай, мне на это самому интересно посмотреть. Но Киеву надо быть готовым, что все свалится в черно-белое кино, когда Китай достаточно активно и достаточно масштабно будет в том числе в военном плане помогать Российской Федерации. Общим местом стало говорить о том, что его смогут экономически как-то потеребить. Он не заинтересован в экономической прежде всего войне с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Все это так, но готовиться надо к сюрпризам неприятно. И закончить, чтобы этот спич, понимаете, силы обороны Украины с 24.02 не дало Российской Федерации в спарке с Европой, прежде всего с Германией. На случай большой континентальной европейской войны, когда бы немцы имели энергоноситель. Кстати, опять маркер, что одна из веток четырех осталась, не взорвана. Странная проукраинская ДРГ, правда? Не хватило там немножко тротила или чего там, или воздух в Охвалангиста закончился. Так вот, Российская Федерация хотела стать центром силы в спарке со шрадеризированной Европой, если хотите, которая даже в самой страшной войне не имела бы в лице Германии и Франции проблем с энергоносителем, они замерзали бы и так далее. И вот эту глобальную систему побороли силы обороны Украины без преувеличения и пафоса. Еще, если позволите, хотела бы ненадолго задержаться на теме Китая, потому что по последним данным, вот из той информации, которая есть в публичном пространстве, Си собирается поехать в Москву и поговорить с Путиным, а после этого он собирается поговорить по телефону с Владимиром Зеленским. Если это будет так, то это, по сути, будет их первый разговор с начала войны, имеется в виду президента Зеленского и лидера Китая. Это очень интересный момент, потому что интересно то, что Си собирается говорить с Зеленским после визита в Москву. Сегодня Джек Салливан сказал, что он очень, дословно, что он сказал, это важно, да? Мы поощряли Си контакту с президентом Зеленским, потому что считаем, что господин Си должен сам услышать украинский взгляд на войну, а не только российский. Мы действительно отстаивали перед Пекином мнение, что этот контакт должен произойти. Мы делали это публично и не публично. Вот сразу тут несколько моментов. Вот из заявления Салливана вытекает ли, что Америка пытается договориться с Китаем о чем-то в смысле о возможном окончании войны, о давлении на Россию и всех остальных вещах? То есть работают ли здесь Китай с Америкой хоть в какой-то спайке? Потому что внешне создавалось впечатление, что они побили горшки очень основательно за последние месяцы? Это первый вопрос. И сюда же считаете ли вы, что вот это вот вояж Си в Москву, который там заранее планировался, и разговор с этим Зеленским, это попытка включиться в какой-то мирный переговорный процесс? Пока еще там бабушка на двое сказала, насколько он в данном моменте, в данном исполнении для нас важен и нужен вообще. Но в любом случае, как бы то ни было, что какой-то процесс Китай пытается запустить. Повторюсь, вот очень хорошая фраза, Салливан сказал, мы поощрялись и делали это публично и не публично. Ну, смотрите, то, что торги, не публичные торги по линии Вашингтон-Пекин идут, были и до 24-го, 0-2-го, тем более, когда стало понятно, что Киев не провиснет и не провисает, да Киев начал формировать собственную субъектную повестку, как он видит окончание войны, известные три базовых пункта, там и 10 более широких, то есть там 91-й год, гарантии безопасности и репарации. Все, границы 91-го года. Китай, Китай, на мой взгляд, то есть, посмотрите, он в Москву потом в тот же Минск и по-другому в Иран отправлял, скажем так, менеджеров среднего, высшего звена, назовем это так. Си очень выборочно ездит и выезжает, то есть там встреча с Байденом, вспомните, как готовилась и так далее. То есть сейчас в этом плане, если он действительно прибудет в Москву, вот, это та же самая логика, что Китай нетипично для себя нервничает, потому что он не может не понимать, что это поднятие ставок и, соответственно, или текущие, или дальнейшие имиджевые потери для Пекина вот в случае поражения Российской Федерации. То есть он обозначает, фактом своего визита в Москву, он будет обозначать свою крышу в той системе координат, о которой я говорю. Безусловно, позитивистский сценарий для Украины, он будет давить на Путина каким-то образом, говорит, как из этого выползать, возможно, выступая каким-то элитарным коммуникатором уже со своим забарвлением по-украински, хотела к того же Вашингтона и своего видения, как из этого выползать. То есть пусть этот визит для начала состоится. То есть у Китая, на мой взгляд, после этого, опять же, у нас же в украинском поле трэш уже наши же умеют обгадить необгаживаемо. Уже насчет этого надо говорить или не надо. Но объективная реальность со всеми надо говорить сейчас. Причем коммуникация с 24-го числа сформирована таким образом, что желательно Желенскому и желательно публично. Там, где умеет, там умеет. Непубличный формат точно так же важен и он это однозначный будет плюс, если он состоится. То есть много я не верю, что у Китая возможно такая постгвучанская трансформация, какая произошла там со Штайнмайером, Шольцем, Макроном и так далее. Этот фактор сыграл полностью, что дефрагментирована была позиция наших западных и вентуальных партнеров, которые стали сейчас реальным. Я не верю, что Китай такими вещами проникнется. Но если вот эта цепочка событий, которая намечается, приведет непосредственную контакту между Киевом и Пекином, это, безусловно, будет плюс. Это очевидная вещь. В конце концов, Украина может доносить свою субъектность, что раз, два, три, четыре, пять у нас неприемлемо. Грубо говоря, срезонировать банальный пункт один из двенадцати китайского видения о территориальной целостности. В эту же игру заявлений, я думаю, синологи банковые подсказывают, как это оформлять, нельзя играться территориальной целостностью в вопросе Тайваня и с двойными стандартами подходить к вопросу Украины. Вот эти вещи надо банально доносить, грубо говоря, банально показывать, если хотите, пауэрпоинт разрушения и так далее, как эти встречи в неформальном формате онлайн, я не знаю, как они происходят, но могу только догадываться. В этом плане, если это закончится прямым контактом Зеленского с КНР, с товарищем Си, это безусловно будет позитив, однозначно. Но это опять же, предваряя волну хейта, не означает того, что обязательно там надо сдаваться, звать китайцев в качестве посредников, это исключается сейчас в принципе. У нас жизнь нас заставила определиться в черно-белом кино с помощью Запада и так далее, в этой системе координат надо играть. Но вот этот контраспемспер по лесу украинки, без надежды надеясь, вот этот монолит, который сейчас пытается создать Китай из взрослых режимов, его тоже надо пытаться, скажем так, буравить по всем каналам. посмотрим. То есть поставки вооружения, то есть китайцы донести очень просто, то есть посмотрите, что они вашими вооружениями будут делать. Даже такой момент и так далее. Закроет он на это глаза, не закроет, но контакт состоится и всегда можно спозиционироваться, что некие, скажем так, коммуникационные линии были отработаны. Тем более сейчас как минимум, а у нас в контексте контрнаступления время сжимается на недели, месяцы, до лета будет занят Эрдоган. Он уже очень сильно занят, и тут помогла, сори в кавычках, катастрофа с землетрясением. Вот жесточайшая будет заруба в предвыборной гонке сейчас. У него, как понимают, сложности сейчас с рейтингом, я просто не дам не считала. Сложности с рейтингом и так далее. Ну, знаете, тут, я думаю, Женя вам расскажет все в деталях. Один азербайджанский друг очень метко подметил по внутренней политике Турции. То есть там оппозиционный кандидат единый наконец-то Кэлэйч Дороглы делает все, что победил Эрдоган. А Запад делает все, чтобы победил Кэлэйч Дороглы. Интересная история. То есть там ситуация тоже достаточно интересная и непрогнозируемые в моей системе координат, как сейчас. Если уходить, опять же, у нас азербайджанское моё крыло, мы в фан-клубе Эрдогана. Я назову с десяток факторов, почему Украине выгодно, чтобы Эрдоган остался. Но тут есть возможные варианты. в Турции главного предвыборные предвыборные то, что произошло в Турции. Там катастрофа века, до сих пор трясет по 3-4 балла в тех же регионах и так далее. Это объективная реальность. И опять же, с точки зрения внешней модерации, следствия внешних бияний на Турцию, ждём подтверждение информации, что Турция системно будет блокировать двойной импорт или серый импорт, если хотите, через свою территорию в интересах Российской Федерации. Если это произойдёт, это конкретно удар, поддых, это не про туристов и не про помидоры. Интересная статистика тоже. Вот видел этот Data Trading Monitor, подсветил интересные цифры, что за 22-й год с нуля, только за 22-й год по экспорту в Российскую Федерацию полупроводником в простонародье микрочипов, как говорят. Так вот, 20 миллионов долларов сумма Казахстан, 3 миллиона долларов Турция и 3 миллиона долларов Сербия. Главные производители чипов, на самом деле. Да, да, ну, примерно, как белорусских кревет. Да, да, да. Схема абсолютно то же самое, но здесь интересный момент пропорций. Даже не абсолютных цифр названных, понятно, а именно пропорций, где Казахстан в 6 раз больше, чем Турки и сербы, понятно, официально. И это опять же к вопросу, тут опять же, нейтральность Казахстана или ненейтральность, то есть споры есть. Не бывает сейчас нейтральной позиции. Казахстан на уровне общества, проукраинский или все больше проукраинский. А официальная Астана уже, а не Нур-Султан, работает не без крыши Китая, в этом у меня комфортно, уверенность есть, в том сегменте по Российской Федерации. Опять же, с точки зрения морали, обидно, неприемлемо и так далее, но здесь его не приложишь к делу. Сейчас же вопрос уже в санкционной линейке это не введение новых санкций, а попытаться хотя бы наполовину обеспечить исполнение этого эмбарго или санкций других механизмов. Мы, по-моему, обсуждали утюги, стиральные машины, одно, второе, третье, это упрощенство. Ну как ты их запретишь? Как запретить по законодательству того же Казахстана открывать фирмы прокладки мелкие и через них прогонять продукцию, на которую нет запрета просто в двухсторонних отношениях в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией. Знать нам что угодно, кто будет контролировать, по каким каналам бить по голове. Вот эту систему и сигнал про Турцию, то, что Турция, возмущение было у разных трейдеров российских, что внезапно на турецкой таможне перестали пропускать грузы под флагом страны их с направляющихся в Российскую Федерацию. Будем посмотреть. Владимир, ну и последний вопрос тоже очень важный. Грузия. и отношения Грузии с Украиной. Это самый важный вопрос. Вот это интересно, да, отношения Грузии с Украиной. Что происходит? Потому что вам-то не надо объяснять, на ваших глазах все это происходит. Расскажите нам, как вы это оцениваете и чем это все... Ситуация, когда не знаешь, как вступить, ситуация развивается в ранее обозначенных тенденциях. Да? В ранее обозначенных? Это хорошо. Абсолютно. Ну, смотрите, одержана тактическая победа грузинского гражданского общества. Поэтому полностью ипон, говоря спортивным языком, подзюдо, там, или самбо, очень популярный в Грузии. Почему я говорю слово тактическое? Потому что ну, был даже не то, что правящая команда власть включила заднюю по известному российской кальке по известной российской кальке законопроекта облина агента, а то, как она это сделала. В паническом, авральном режиме и в прямом следствии, то есть инициативы снизу, массового процента протеста снизу в течение двух-трех дней. То есть это отменено, и это безусловно победа здравого смысла над нездравым смыслом, я бы так сказал. Перерастет ли этот триггерный момент в данный период предвыборной логики в какую-то революцию, которая могла бы привести в обозревом будущем до 24-го года плановых выборов парламентских, тут важны нюансы, произойдет ли революционный сценарий, на мой взгляд, сейчас таких признаков нет. Ну, самый главный из них, что сейчас на проспекте Руставели тихо. Требования выполнены максимально властью, редко, когда она так отползала, это, собственно, и отмена закона, и выпустили всех задержанных, более 130 человек, во время беспорядка, так как они обозначают. Не знаю даже дальше, за что зацепиться. Давайте поиграем в игру аналогий, которую я очень сильно не люблю, но времени сейчас мало, украинской прежде всего аудитории надо объяснять. Почему на данном этапе, на мой взгляд, перерастание в украинский формат Майдана 24-го года или 13-го, 14-го, в Грузии, на мой взгляд, невозможно? Максимально простыми конструкциями. В Грузии сейчас нет лидера а-ля Ющенко 2004-го года. Базовым моментом победы, помимо инициативы снизу, массовые инициативы общества, было то, что на сцене Майдана под флагом Ющенко так, стояли все кому угодно. Там даже Азаров зачем-то пришел, Доренко выступал, я не говорю про весь политический спектр от Юлии Тимошенко, заканчивая Морозом и далее по списку. Сейчас такого единения грузинской оппозиции в Грузии невозможно в принципе. Не в принципе создание какого-то блока, не поднятие на флаг какой-то консолидирующей фигуры, которую массово бы восприняло грузинское общество. Маркер вот почему так быстро победил протест против законопроекта. Потому что там было четкое точечное требование по отмене этого самого законопроекта. Там удалось или не удалось политическим силам нанизать тему. Она звучала конечно фри миши. Мы выносим за скобки вопрос Саакашвили, который является на мой взгляд позором Грузии безотносительно политической ситуации или политических притязаний тех или иных масс. То есть к выходу Саакашвили из тюрьмы в том или не дай бог ином виде одинаково в Грузии не готовы как власть так и оппозиция. Как бы это парадоксально не звучало. Вот это момент он не был мейнстримным во время протеста. Как бы это странно не звучало не был мейнстримным требование снесения власти как таковой. Мы проходим каналы в 13-14 годах то есть работали четко отмените закон мы не хотим стать Россией. И боязнь власти что это день два-три еще таких разгонов абсолютно с непропорциональным применением силы обстоятельствам которые и сложились. Боязнь власти что может появиться триггер и маркер когда на улице грубо говоря будет весь Тбилиси и уже в тень уйдет безотносительно политической настройки в тень уйдет собственно вопрос законопроекта а начнут работать по смене власти улица начнет работать вот этого власть реально испугалась. Дальше аналогия с 13-14 годом вот опять же очень сильно неуместно потому что ну вот у нас модно сравнивать бензин Иванишвили с Виктором Януковичем 13-го конца года. На самом деле это не так по крайней мере институционально потому что в Грузии глава государства премьер-министр но требовать отставки премьера конечно можно но все в Грузии понимают что это может произойти но это никак не поменяет конфигурацию парадигму власти которая замыкается на единого олигарха Грузии как ни крути одного в Украине их было несколько за Януковича это все равно чтобы представить у нас Майдан стоял там против Ахметова и далее по списку сложно себе такое представить и еще главный момент чего испугалась на мой взгляд субъективной грузинская власть в Украине тоже не сразу после побития студентов сформировалась парадигма свято наблажается когда где-то с попытки я четко помню по датам 11 декабря с попытки первого разгона Майдан стоял в парадигме кто угодно кто угодно только не Янукович то есть отошло все на второй план евроинтеграция отошла на второй план понятно что никогда с Россией но только не Янукович все такого уровня правду надо сказать личной неприязни как говорил Фрунзик в Крычан в Бензине Иванишвили по аналогии с Януковичем в Грузии нет это тоже правда все прекрасно понимают и здесь ситуация отличается на мой взгляд в корне потому что абсолютно спокойно бэк бэк офис Иванишвили абсолютно спокойно правящая команда я сейчас не про грузинскую мечту упаси господи парламент а действительно правящая команда может пойти на рокировки элементарно сейчас например муссируется по линии разных политологов разных представителей какие будут эти самые рокировки в этом плане они могут пойти на попят просто всегда привожу пример что в 19 году в ночь Гаврилова протест был если не массовее то точно ярче одна девушка глаз потеряла и так далее и этот грузинское общество тогда плохое слово проглотило этот самый этот казус но тогда как произошло тогда сняли министра внутренних дел Гахария вот интересно но тут же когда чуть поугас назлачили его премьером представляете а сейчас Гахария долго рассказывать загружать сейчас Гахария один из оппозиционных политиков ух ты интересная история он один из один из оппозиционных политиков и так далее в этом серпентариуме но я 5-6 человек уже чисто ну это дело грузин понятно чисто по личностным восприятиям если вот есть 5 человек оппозиционных лидеров а вот если бы любой один из них при отсутствии четверых смог что-то собрать он бы привлекал людей на мой взгляд больше то есть Грузия сейчас Евраз этим пользуется невозможно создать дихотомию или одни или вторые вот четвертый год у нас либо Ющенко либо Янукович и кучу могут под шумок все этого системы координат сейчас нет в принципе из-за формата нынешней оппозиции за 10 лет власть очень четко на этом сыграла обыграла и так далее то есть ну и закончу этот спич понимаете есть партия Саакашвили едино национальное движение с каким-то уже небольшим процентом она не может стать объединяющей для половины грубо говоря Грузии но только у этой партии есть региональные ячейки которые в принципе являются партией в этом смысле этого слова вот у нас опять же Бют с каким бы ни был стартер чем хорош есть полевая инфраструктура Гриценко такого никогда не было помните пока Зеленский не появился на второй тур в девятнадцатом году вот Тимошенко по умолчанию выходила там во второй и так далее здесь но у ЕНД рейтинг даже Саакашвили Саакашвили сам не в тюрьме не выйдя из нее чему все ему желают он не может сейчас стать консолидирующей фигурой в этом смысле вот и на этом будет играть власти вот тут парадоксальный момент запуска революционного сценария если бы каким-то образом через неделю прошли выбор вот такой парадокс проиграв чистую Майдан по российской кальке законопроекта если бы через неделю состоялись выборы партия грузинская мечта бы победила если бы шли в нынешние конфигурации вот такой парадокс а знаете почему люди которые не допустили принятия российского закона не ходят на выборы вот и все на них на них нанизать тему Саакашвили сложно или невозможно 2003 год революция рос потом четвертый всплеск они в лучшем случае ходили в детсад или начальную школу а некоторые не родились даже понимаете и теперь задача оппозиции позиция узнаете вот какой дискурс сейчас есть со стороны оппозиционных политологов политиков и так далее я просто констатирую очень многие грузинские политики спикеры политологи выступают сейчас в Украине так вот сейчас звучит тот кто сейчас призывает снести власть пойти революционным путем переизбрать сделать ее проукраинской и так далее в обозримом будущем тот по сути на эту власть играет ситуативно то есть даже даже есть такое позиционирование и такой дискусс но чем важен этот Майдан то как был отменен этот закон восток дело тонкое а кавказ дело толсто здесь любят проявление слабости очень сильно здесь например я например не представляю такой ход который часто использовал бензин и ванишвили я возвращаюсь в политику он когда-то я уже потерялся в годах вернулся физически поуправлял а например в восемнадцатых в восемнадцатом году когда во втором туре избирали президента Соломы Зурабишвили он прямо на уровне бигбордов ее поддержал это сработало на самом деле потому что определенные слои увидели за кем сила чуть что сейчас такого возвращения в политику на мой взгляд невозможно следующий момент если если вот это ну вот понимаете самый интересный вопрос вот что послужило мотивом на данном конкретном этапе внесения и таким паническое принятие в первом чтении этого законопроекта то есть это с точки зрения политтехнологии информационного сопровождения было сделано таким образом что ну вот никто не читал этот законопроект никто всем было понятно что это российская карьера когда кто-то говорил что в Соединенных Штатах там в 38 году последний раз применялся до БЛМ и там Капитолия танцев последний этот закон есть не применялся кто-то говорит сейчас в Канаде климит бесполезно было все прекрасно понимали что это калька запуск российской модели следующий маразм в России можно было как-то поддавить испортить имидж посвятить агентам иностранным ага сотрудничать и вот это ватное совковое общество проигравшее войну то ли телевизору то ли холодильник начинало хейт в Грузии если тебе говорят что ты сотрудничаешь с таким-то с Джорджтаунским с посольством Нидерландов ведешь гранты и так далее но я варю здесь пятый год это гордость это супер значит ты крутой многие хотят а нажимавшие кнопки из 76 человек выросли ну сарасятами были у меня абсолютно это позитивная коннотация в свое время то есть в условиях Грузии чем-то людей как-то поменять эту парадигму что-то там изменить контроль над кем-то и так далее вывесить на выиску но это в принципе не срабатывает то есть ставка была конкретно сделана что вот мы идем по такому пути на если не финальном то на знаковом этапе Украина Молдова с кандидатством Грузия выполняет 12 пунктов чтобы получить это самое кандидатство и тут кто посадили главного опять же не вникая юриспотенцу помимо Саакашвили сидит не как ворами товаре это главный оппозиционный канал преломляет ну вот представьте ему принадлежит ему принадлежит главный да вот представьте у нас в четвертом или в тринадцатом году какого-то топа садят скатовый канал аналогия сложно здесь его садят сгасает тема нате вам российскую кальку законопроект и тут никто на самом деле не верт то есть есть логика разная есть две логики зачем они это сделали то ли они узнали что даже в таких условиях им пытают им дадут это кандидатство и тут была включена одна технология то ли они понимали что и так его не дадут а мы можем еще поступить вот таким образом раз вы такие мы своим суверенным там церковь нанизывают все это одно второе третье ну тут это просто театр абсурд то есть из партии правящей вышли 4 человека чтобы говорить правду начали нести полную соловьевщину антиукраинский контекст и так далее они инициируют этот проект и 76 человек им на 75 плюс один надо вот 76 голосует в аваральном режиме 7 числа хотя планировалось 9 этот законопроект то есть всем понятно что это для того чтобы взбодрить и продемонстрировать кому-то что мы можем вот так но какая ответка прилетела но этого точно никто не ожидал ну и последний короткий вопрос ожидается ли смена правительства в Грузии в контексте того что вы сказали нет опять же опять же формально поменять премьера могут парламент парламентская республика это элементарно могут если взвесят имиджевые потери и имиджевые какие-то приобретения но конфигурация смены конфигурации власти вот этой условной грузинской мечты до 24-го года не предусматривается но сейчас же одно из требований людей несмотря на затухание улицы является наказать тех кто разгонял скажем так с превышением это руководство МВД как это дело будут скажем так тасовать могут очень по-разному то есть само правительство без варианта могут перетасовать там фракция какая-то грубо говоря усилиться может фракция сила народа она называется не путайте не дай бог со слугами народа это то что отпочковались от грузинской мечты и они главными рупорами но это просто даже цитировать нет смысла то есть что это все запад вот у них жалеет мотив который и работает и на котором они стратегически погорят вы хотите чтобы Батуми стал Мариуполь то есть у них главный месседж общества что если не мы то война Москва которую нынешний формат грузинской мечты власти устраивает просто эти темы резонирует от Лаврова до Симонян Симонян договорилась до того что в Тбилиси нету Лавры в Тбилиси нету Лавры мы не сразу бахнем без предупреждения и право тут дело в Асадзе полностью в том смысле сказал что есть нюанс раньше бы она бы пугала что поедут танки а сейчас она прямо говорит стрельным кинжалами или калибром танки все заняты понятно хотя в 40 километрах в Цинвальском регионе не все до конца они прорядили и это угроза непосредственно от Тбилиси похода если что и где на мой взгляд стратегическая ошибка нынешнего оппозиционирования грузинских властей максимальная лояльность или не дразнить Москву вот ну как минимум до 24-го моль второго так было она не отдаляет военный сценарий гибридный никакой второго фронта вот привет нашему главе совбеза я с ним я его обожаю просто он топ для меня в нашем властном вот скажем так команде но вот о Данилове о Данилове да то есть второй фронт открыть может только Российская Федерация другой вопрос как Грузия Азербайджан и сейчас даже Армения будут отвечать на это вот чем вопрос то есть ждать от того что походом героическим Азербайджан пойдет на контингент оккупационный российский в Карабахе или в Грузии что-то переформатируется и она начнет идти походом на Сухуми или Цхинвали ну это наивно но вот как они могут отвечать в каких условиях это вопрос остается открытым и тут все на самом деле очень грустно даже в условиях того что Кремль провисает на украинском фронте поэтому в окончании вот это не фигура речи для грузин азербайджанцев и армян может кому-то это парадоксально прозвучит силы обороны Украины воюют здесь за всех нас это не фигура речи все прекрасно понимают и максимально держат выжидательную позицию сори если запутал ну вижу очень даже все хорошо рассказали сразу все стало понятно Владимир спасибо вам огромное спасибо что нашли для нас время вам спасибо до новых встреч спасибо Владимир Копчак был сегодня с нами на связи за что мы ему страшно благодарны конечно признательны вам наши спонсоры на платформе патреон оставайтесь